МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 308-й выпуск программы «Автомобиль». Извиняемся, что задержались с эфиром, но думаем оправдать ваши ожидания. И представим сегодня аж 4 таких мини-передачи в одной большой. Сегодня у нас рекорд получился – около 43 минут выпуск. Ну а начнем с погоняшек и продолжаем месить грязь. Напомним, что сегодня мы едем в деревню – в Шабаново. Лесная дорога. Вокруг наисвежайший воздух. Поэтому штурманы и пассажиры предпочитают идти пешком. Напомню, что это зима и декабрь месяц. Вот если бы не знал, то подумал, что осень или весна – глина как в ту пору, раскисшая, липкая, скользкая. Впрочем, скоро она должна смениться торфом. И непонятно, это хорошо или плохо. Ну а пока глина. Татьяна села. Вот тут происходит странное событие. Попытки ее вытащить, экипаж Ивана… А, впрочем, смотрите сами. То, что порвался трос – это одно. Хуже другое. Что там? Поставить с него, Стан? Поставить с него. А почему? Гайка раскрутилась. И тут я было вспомнил Костину фразу изначала. Не все там куда-то езжали. Но, уф, пронесло. Просто гайка открутилась. Э, вы что, гайку найти хотите? Попытка не пытка. А вот вернуть кардан на место – это точно сделаем. Пока идет ремонт, Дмитрий и джип пытаются выдернуть Татьяну. Непросто. Прилип патриот к раскисшей глине. А в это время уже реанимирует кардан УАЗу. По крайней мере, хвостовик. Сейчас посмотрим, что там за гайкой. Она расшплинтовалась, видишь? Просто она открутилась, да и все. Кажется, шплинт. Шплинт надо, блин. Да найдем что-нибудь, какой-нибудь болт, проволоку. Хвостовик заднего моста. Это изочерен, короче, это. Резба целая, резба целая, да. И так все ясно. Сорвало шплинт, а без него открутиться гайки – но это было вопросом времени. В общем, УАЗик починили. Что у нас дальше? Ух, какая интересная лужа. Давай, Костя, включай свою блокировку. А все-таки зима, даже лед есть. А лужицу-то разворошил, Константин. Следующему будет труднее. Не успели мои глаза моргнуть. А вот он следующий. Джип. Сел? Нет. Пока чуток двигается. Значит, еще не сел. Все-таки не прилип. Молодец, Дмитрий. Выцарапался. Хотя машинке жарко. А вот шевик Александра точно застрял. Саша пока помощи не просит, хочет справиться сам. Немного подаль и ховер тоже сидит. Притом Костя успел сделать мини-ремонт лебедки. В кадр это не попало. Хм, и симбирь тоже толкают. И Нива застряла. Просто массовые посадки. Ребята, вы чего? Мы проехали только 500 метров. Впереди еще 8,5 километров. Да мы так и сзади не доберемся. Неужто Костина предсказание все-таки сбудется? Нет, вы посмотрите. И джип туда же застрял. В ход пошла лебедка. Вылез Дима. И как пошел. А вот патриоту Сане все пока ни почем. Ползет. И за собой еще Татьяну тащит. Шевроле Нива помогает Шевроле Ниве. Саша сам все-таки не вылез. А Михаилу все ни почем, ни разу еще не прилип. Боец. Между тем экипаж Татьяны решил, что хватит на веревке болтаться. Поехали сами. И за руль временно сел штурман Дмитрий. Вот где не хватает резины. Изношен Пьев Гудрич. Ну что, лебедка рулит. Обратите внимание на белые кроссовки этого пижона. Но с возвращением. Догнал нас УАЗик. Прикрутили кардан. А эти колеи ему не препятствие. Хм. Или все-таки препятствие. Погорячился Иван. Переоценил возможности. Нет, выйдет. Замыкает наш отряд. Конечно, Костя. Ох, и достается же ему месиво. Небольшой передых. Все в сборе. И главная новость. Глина закончилась. Начинается торфяник. Честно говоря, я думал, что это еще хуже. Но торф оказался твердым. А значит, все машины пошли друг за дружкой. Да для джиперов такой торф, что асфальт. Погнали. Уже километр от личного грунта. Теперь есть шанс доехать до деревни засветло. Но эта лужа после всего пережитого просто пустяк. Притом, посмотрите на ее черный цвет. Под колесами спрессованный торф, а не вязкая глина. Эх, да так даже неинтересно. В лесу, у черта на куличках, просто проспект с ровной дорогой. Да если так пойдет, минут через десять будем в Шабаново. Впрочем, я ошибался. Торфяной проспект закончился. Опять началось. Но пока под колесами твердый грунт. Поэтому едем грязные и без посадок. Хотя смотрится порой все стремно, но идем все. Небольшой привал с камышами. Отчего можно и подурачиться. Ведь лес, город далеко, тут уже экология, лед чистый. Отдохнули, теперь вздрогнули. Впереди ямка. Дима на джипе берет ее ходом. Красиво пошел. Понты на камеру. Это Женя уважает, любит красивую картинку. Но можно было и потихонечку проскочить, как уазы. Давайте опять понаблюдаем за парой Дмитрия и Татьяна. Вначале они ошиблись. Дадим шанс реабилитироваться. Потихоньку. Пробуй выскочить. Живкай. Выскочить это, конечно, из колеи. Печальный опыт получили. Стой. Обратно руляй. Вот так вместе и выскочили штурман, это глаза водителя. Нет, посмотрите. Патриот еле едет. А Димон в белых тапочках. И туда же. Лес. Димон в белых тапочках. Грязь. До трассы более 8 километров. И... Представьте. Люди. На лендровере Defender. С собаками. А еще у вас и Нива. Свои джиперы. Тоже в деревню пробираются, притом осталось метров 500. Можно сказать, приехали. Но тут-то и самая засада. Танцуют все. Ну, в смысле, буксуют. И у нас проблема. Раззулся джип. Вообще, это классика. Я ждал этого. А вот нечего иметь такую широкую колею. Впрочем, это мы быстренько поправим. Хотя в этот раз быстро не получилось. Несколько неудачных попыток с поджиганием эфира. А нужного мини-взрыва нет. Ну, а если долго мучиться, то получится. Ну что? Похоже, эта толкотня будет надолго. Понимая, что светлого времени суток осталось менее часа, а участок засадный, и на его преодоление уйдет порядочное время, мы с Женей решаемся дойти до Шабанова пешком. Если стемнеет, нам будет толком ничего не заснять. Да и как-то жутковато ночью в деревне, в которой не единой живой души. А ведь мы сюда приезжали четыре года назад и в этот дом заходили. Все. Теперь опасно, развалился бедолага. Итак, заброшенная деревня Шабанова. Хорошо известная местным джиперам и почти забытая у народа. На меня всегда находит некая тоска, что ли, когда я хожу по этим окрестностям и смотрю, как умирают осиротевшие дома. А ведь приличная изба была. Двухэтажная, большая. Все равно бросили. Знать веские были причины. А может, пора начать обратный процесс? Из города в деревню. Чего мы забыли в городах-то? Да деньги, конечно, их в городе больше. И возможностей больше. А может быть, так и надо. Все по Дарвину. Слабые умирают в деревне. Сильные выживают в городе. Но почему тогда нас, городских, так тянет к природе, к деревне, к корням? Да здесь все проще, добрее, светлее, чище. Вот, остался единственный дом, в который мы пока рискуем зайти. Перешел порог и как скачок во времени. Лет нацать назад. Вот, некоторые вещи современному человеку уже не понять. Что это за штуковина? Может, кто знает? Фото былых времен. Да, сейчас уже другие картинки. Селфи. Подкинули идейку населению, и оно как с ума сошло. Чпокает само себя на мобильнике. Ух, еще один артефакт. Чугунок. О, я помню необычайный вкус каши из далекого детства. Если в этом чугунке, да в русской печи, да из настоящего молока из-под коровы, эх, это вам не доширак. В общем, понимаю я, почему грусть-то наваливается. Теряем мы настоящее в пользу искусственного. Вот такой прогресс. Пока мы с Женей ходили по Шабаново, народ подтянулся. Вот она, вся честная компания. Классическое фото на память. Как раньше. А тут и смеркаться стало. Ну что, давайте суррогаты разогревать. Сосиски с глюканатом натрия. Кур бройлерных и мясо на стероидах выращенное. Умерла деревня Асни и здоровая пища. Тем не менее. Вот это выходной день. Это я понимаю. И все бы хорошо, но ночевать в Шабаново в наши планы не входило. А поэтому по темноте назад в город. А ведь и вправду говорят, что дорога домой всегда короче. Непонятно, почему, но назад почти никто не застревал. И это в темноте и по размешанной грязи. Но разумеется, чтобы жизнь медом не казалась, вот нам подарочек. Теперь обрывает кардан у Нивы. И это уже не гайка. Лопнул шрус. И, конечно, для полного удовольствия пошел дождь. А мы ведь радовались, когда автоваз перешел с крестовин на шрусы в карданах. Вибраций меньше, ехать по трассе приятней. Но вот засада. На бездорожье шрусы оказались слабым звеном. Шейка лопается. Крестовины-то покрепче. Хотя в нашем случае свою роль сыграло очередное бревно, попавшее в кардан еще днем. Он выдержал, но на обратном пути, видно, устал и лопнул. Ну, Ниву мы починили. А вы помните начало нашего путешествия? Самые тяжелые первые 500 метров. Так вот. Хорошо, что вернуться можно было другим путем. И о радость. Это был брод через реку. Вода. Вот что нужно для наших чумазых машин. Ну а дальше был асфальт. А значит, в этой истории про джиперов можно ставить точку. Наш партнер по рубрике «Погоняем» – сеть автомойек «Бешеная губка». И сегодня сертификат на мойку мы вручаем Татьяне. Утешение за разбитую фару. А помыть твой УАЗ после сегодняшних погоняшек не помешает. Ну и вы приезжайте. К летнему сезону нужно привести машину в порядок. Полировка кузова, химчистка салона по оптимальным ценам. Есть убешенные губки шиномонтаж. Начинается сезон переобувания. Здесь нам предлагают очень привлекательные цены. На очереди рубрика «Автоэксперт». На северо-западе России пришла весна. Конечно, зима еще грызнется и замороз комотой снегом. Но март – это время перемен. Автомобилистам пора переобуваться. А поэтому сегодня у нас обзор летних шин. Начнем с наших заводов. Нижнекамский шинный. Это лидер рынка в России. Ему принадлежит 36% выпускаемых покрышек в стране. Популярность шин под брендом Кама обусловлена, конечно, доступной ценой. Но и не только. Посмотрим на наши дороги. Вот зарубежные шинники. В погоне за экологией снижают массу покрышки. И уменьшают толщину боковин. В результате пропустил ямку, и боковина рвется. А посмотрите, ну, на ту же популярную Кама 129. Да, можно поворчать, мол, жесткая боковина. Но в наших условиях то, что надо. Держат удары камские шины отлично. Поэтому рекомендуем нижнекамские изделия для тех регионов, где неважные дороги. Выпускают на этом заводе и такие покрышки, как Viatte. Тут следует понимать, что позиционируются эти шины как отдельный, притом премиальный и европейский бренд. Но адаптированный под российские условия. Впрочем, слово премиальное – это маркетинг. И больше относится к качеству. А вот цена вполне доступная. Владельцам Шкоды Октавия рекомендуем Viatte Strada Asymmetrica как родную. Ее ставят на конвейере. Отзывы от шкодоводов получаем хорошие, притом некоторые, износив заводской комплект шин, на замену вновь покупают Viatte. Теперь заглянем на Кировский шинный завод, который сегодня ассоциируется с двумя брендами – Amtel и Irelia. Сотрудничество с итальянцами приносит плоды. Сюда пришли современные технологии. И вот уже под брендом Amtel мы видим очень достойную покрышку – Amtel Planet Evo. Новинка прошлого сезона. Главное в шине – это улучшенные материалы и оптимизация рисунка протектора. Чем снизили неравномерный износ и сделали Planet Evo более долговечной покрышкой. Также обещана экономия топлива и лучшая курсовая устойчивость. Рекомендация. Для всех автомобилей A, B, C и даже D-класса. Впрочем, продолжается выпуск и проверенных покрышек из серии Planet. Наши любимые – это, конечно, Planet DC и 2P. Мы, разумеется, на них ездили. Звезд с неба и тишины не хватают. Но по совокупности цена-качество устроят многих. Для дачников однозначно рекомендуем 2P. Их агрессивный рисунок поможет выехать не только из грязи, но и с неба, который весной выпадает внезапно. Теперь отправимся на производство Sao Cardiant Vostok. И замолвим слово про шины Cardiant. Нужно сказать, что в холдинг входят еще два завода. Это Омск шина и Ярославский шины. Что порекомендуем на лето? А вот эти три покрышки. Тунга, Комфорт и Спорт 3. Но если первую мы отнесем в разряд бюджетных, при том это фактически возрожденный Спорт 1, то на вторую мы посоветуем посмотреть и владельцам иномарок. А уж Спорт 3 – верхний эшелон Cardianta. Но вы же понимаете, что шины все-таки недорогие. А поэтому едут хорошо, но не так, как те же Пирели или Мишлен. Тем не менее, сам производитель их связывает со спортивным имиджем и рекомендует любителям активной езды. Теперь посмотрим на иностранцев. Безусловно, одной из примечательных новинок сезона станет Nokian Hakka Green 2. Хотя отметим, что шины Nokian заметно подорожали, из-за чего стали терять покупателей. Новинка поправит положение? На презентации Green 2 было сказано многое. Можно сделать отдельный сюжет, но сейчас вкратце. Для тех, кто любит тихие шины, использована технология Silent Groove – дословно бесшумные канавки. Обратите внимание вот на эти многочисленные точки. Они и предназначены для снижения сопротивления воздуха, и, по заверению финнов, улучшают экономичность, повышают износостойкость и снижают потребление топлива. Этому же способствует и новая резиновая смесь, в которую добавили как масло сосны, так и рапса. А посмотрите, какой эксперимент показали Nokian. Буксировка автомобиля при помощи тонкой проволоки, которую используют в корде шины. И тут же называют кучу плюсов. Это и улучшенная защита от проколов, порезов, снижения веса, что сулит экономию топлива. А вы слышали про эффект Коанда? Это когда жидкость стремится прилипнуть к стенке сосуда, из которого вытекает. Вот этот эффект и использовали финны, и заявляют, что стойкость, как во планировании у Green 2, просто на высоте. В общем, отличная летняя шина. Рекомендуем всем, кто готов платить за новые технологии. Кто не готов, но хочет финские покрышки, вот более доступный вариант от Nokian. Nordman SX. Раз зашел разговор о недорогих шинах, обратите внимание на Ikagama Adrive. Это ее второе пришествие. В прошлом сезоне Adrive убрали с нашего рынка. В этом опять появилась, притом несмотря на то, что у японцев есть завод в России, покрышку везут с Филиппин. Еще один недорогой импортный бренд на CRS корейский – Marshall. Мы уже рассказывали, что корейцы провели ребрендинг в России, неудобный для нашего уха кумха, переименовали в Marshall. Ну а теперь прочитайте название этой шины. Ну да, так ее уже и прозвали в народе – Матрас. Корейцы вновь наступили на те же грабли с названием для русскоговорящих. На деле, конечно, читается как Матрек. Покрышки, кстати, достойные, недорогие и, судя по продажам, популярные. Так что поспешите, на всех может и не хватить. Конечно, все шины в обзор включить невозможно. Поэтому завершим его покрышками для полноприводных машин. И мы выбрали, опять-таки, недорогие. Для тех, кто больше ездит по асфальту, присмотритесь к Виатте Боско. Версия СУФ. Или другой неплохой вариант – Кармаран. Эти покрышки хорошо известны водителям грузовиков. Вот теперь в линейке Кармарана появился и ликовой вариант. Кардиант оф Роад. Для тех, кому приходится ездить и по более серьезной грязи. Мы ставили их на шовениву. И Кардиант оправдывал свое внедорожное название. Весьма серьезная покрышка. Только будьте осторожны при весенних заморозках. Торможение на льду очень долгое. Вот теперь подведем итог. Шинных брендов много. Еще больше моделей покрышек. Поэтому, несмотря на то, что сеть магазинов «Автомир» и завезла летние шины, при том ассортимент будет еще расширяться. Тем не менее, если не находим то, что нужно, то подходите и заказывайте. Ждать недолго привезут в течение нескольких дней. Доставка бесплатная. А поэтому видим, что заказ пользуется спросом. Фактически это аналог интернет-магазина. Но здесь у «Автомира» есть преимущество. Давайте опять вспомним наши дороги и ямы. Пробили шину. Если она куплена в интернет-магазине или в неофициальной точке продаж, остаемся со своей бедой один на один. Если же покупка была у официального представителя, коим является «Автомир», то будет бесплатный ремонт или замена покрышки на новую. Здесь мы получаем расширенную гарантию от производителя на такие бренды, как «Нокион», «Гуллир» и «Пирелли». Ну и под занавес, несмотря на то, что весна, «Автомир» по-прежнему сохранил немалую скидку на летние шины. Правда, нужно поспешить. Предложение действует лишь до конца марта. Кстати, неплохой вариант купить колесо в сборе. Это экономия на шиномонтаже. Накачано, отбалансировано. Поставил и поехал. И, конечно же, сейчас выгодно купить и зимние покрышки. Есть возможность, не откладывайте на осень. Скидка хорошая. Ну а теперь рубрика «Вторые руки». Идем на авторынок. Цены на новые автомобили потихоньку ползут вверх. А поэтому все больше людей ищут себе железного коня на вторичном рынке. О тонкостях этих поисков мы еще поговорим. А пока подберем машину для теста. И сегодня мы выполним просьбы тех, кто просит показывать не только народные модели, но и премиальные. Все-таки цена их на вторичном рынке весьма привлекательна. Хорошо. А выбрали мы сразу. Потому что увидели нашего старого знакомого. Даже без номеров тебя узнали. Ну здравствуй, Мерседес. Традиционно для нашей рубрики «Вторые руки» в центре внимания будут болячки конкретной модели. Прежде чем мы поговорим о возможных болезнях Е-класса, мне бы хотелось развеять существующий такой, ну не то что миф, мнение о том, что раньше и трава была зеленее, и машины были надежнее. Вот на мой взгляд, вот эта Е-шка в кузове 212-м, ну почти во всем лучше, чем предыдущая Е-шка 211-я, в том числе и по надежности. Более того, если брать такой параметр как надежность и сравнивать с основными конкурентами немецкими, то есть BMW и Audi, ну по мне так Е-шка выигрывает. Конечно, владельцы BMW сейчас могут броситься в меня статистикой Тюва. Знаю, смотрел. Действительно, если посмотреть аналитику, то есть рейтинг надежности машин от Тюв, то Мерсу Тювовцы поставили единицу. Ну здесь надо понимать, что у немцев все наоборот. Это у нас единица кол, не вот пятерка отлично. У них наоборот, отлично эта единица. Так вот, Мерсу Тювовцы поставили 1 балл, но и BMW поставили тоже единичку, но Audi поставили двойку. Конечно, слышу теперь аудио, аудиводов, мол, да кто верит этому Тюву? Все верно, мы, например, тоже, ну не то, что не верим, не доверяем. Почему? Вот я смотрю на машины в возрасте 4-5 лет, десятка самых надежных и вижу, да почти сплошняком одни немцы. А где, спросите, Хонда, где Тойота? Угадайте, кто на последнем месте? Логан. Нет, это даже не смешно. Тюв, как и любой клуб, имеет свои амбиции, свои цели и свои задачи. Итак, чем же болеет Ешка? У нас, кстати, Е200. Значит, под капотом мотор 1.8, бензиновый, турбированный, в форсировке 184 лошади. Ну, марсоводы, какое слово из трех букв я сейчас назову? Ну, не то, которое дети пишут на заборах. ГРМ. Кто-то спросит, ну, здесь же цепь, какие проблемы к газораспределительному механизму? Это же не ремень, который может вытягиваться и рваться. Как ни странно, но здесь цепь вытягивается и может рваться. Конечно, эта болячка преследует прежде всего тех владельцев, кто любит, ну, я бы сказал, такую истерическую езду с тапкой в пол. У ГРМ есть и вторая болячка, это фазики. Вот если этот бензиновый мотор вдруг начинает работать словно дизель, это они. Поэтому с утреца на холодную первым делом мы пустили двигатель и послушали. Ну, что я слышу? А слышу я звук исправного мотора. Впрочем, не удивлен, почему расскажу позже. Но пока заглушу аппарат, не люблю лишние шумы в кадре, еще их больше Женя не любит. Следующая болячка этого мотора касается масляного фильтра, точнее его корпуса. Кстати, Жень, дай-ка ссылочку. Вы посмотрели наш сюжет, почему загорелся Volkswagen Polo Sedan? Если нет, то посмотрите. Итак, течь масла из-под корпуса масляного фильтра. Кстати, у этой машины все в порядке, но тем не менее. Немцы болячку признали и меняли корпусы по гарантии. Чтобы поговорить про следующую болезнь, нужно поехать. Ну, в прямом смысле, а не в переносном. Итак, о чем поговорим в движении? А поговорим и об амортизаторах. Во-первых, не берите спортивную АМГ-подвеску. Нет, конечно, где-нибудь на автобанах в Германии она хороша, но на наших дорогах. Которые весной покрываются трещинами, ямами. АМГ-подвеска превращает вот эту Ешку в жесткую и шумную телегу. Поэтому наша машина с обычной подвеской. И я получаю от Мерса то, что желаю. А именно мягкое, комфортное, я бы даже сказал, такое премиальное передвижение в пространстве. Ну, когда я говорил слово амортизатор, я имел в виду, ну, марсоводы. Что? Стуки, конечно. Притом, одни владельцы Мерсов жалуются на стуки на холодную, другие, наоборот, на горячую. То есть, утром едешь все ничего, выезжаешь со стоянки. По мере прогрева амортизаторы начинают тук-тук постукивать. Поэтому сейчас я выезжаю на не очень ровную дорогу и буду слушаться. Ну, что сказать. Да нормально все. Вот, Жень, неудачный мы с тобой автомобиль выбрали для рубрики «Вторые руки». Говорим о болячках, а показывать нечего. Кстати, это удачный показатель, удачный пример. Вот, когда два разных человека покупают машину одной марки, одной модели. Спустя некоторое время один жалуется, мол, купил гремучее, ломучее ведро. А второй говорит, да нет, комфортная, надежная машина. В общем, мы заканчиваем сейчас говорить о болячках. Давай, Жень, включай какую-нибудь музычку. Поговорим лучше о том, как же удалось сохраниться этому Мерсу за пять лет эксплуатации, фактически за шесть, в состоянии, как будто бы его купили вчера. Конечно, главный фактор сохранности автомобиля – это мы, его владельцы. В идеале, если владелец будет один, притом желательно девушка, а лучше дедушка. Скажите, идеальная рыночная сказка. А давайте вспомним вот эту рекламу. Мы ее просто обожаем. Продавец-профи. Даже бабушку предъявил, словно из сказки про красную шапочку. Показывает машину, ну посмотри, какая крепкая. На ней только за хлебом и ездили. Покупатель Лошара, конечно, рад. Сказочно повезло. И главное, продавец-то не врет. За хлебом и ездили, но как? На это стоит посмотреть. Впрочем, счастливый покупатель про это уже не узнает. Однако в нашем случае все не так. И рыночная сказка будет явью. Мы не зря сказали, что увидели нашего старого знакомого. И мы знаем всю его подноготную. Куплен он был в автосалоне в 2010 году. Хозяйка – девушка. Ее аккуратность видна в интерьере. Даже полировка, что новая, обычно вся в мелких рисках и царапинах. Больше двух человек в машине редко ездили, а поэтому салон, сидение – все сохранилось в отличном состоянии. Летняя резина в начале марта. Да, это говорит о том, что зимой Мерс практически простаивал. Последние две зимы вообще провел в боксе. Поэтому и не переобували. Фактор, который очень сохраняет молодость в машине. Российские зимние дорожные условия быстро старят. А тут даже колодки задние родные и следов коррозии нет. Кстати, вот смотрите. Чуть переборщил с газом при трогании и… Пробуксовка. Система стабилизации тут же придушила мотор и, главное, прихватила колодки. Понятно, что зимой такие ситуации будут чаще. Так вот, из-за работы системы стабилизации задние колодки на Мерсах могут изнашиваться быстрее передних. Но только у тех, кто агрессивно ездит. Тут передние поменяли недавно, а задние – это родные. Это говорит о нормальном вождении. Кстати, турбомотора 1.8 вполне хватает. А пробег-то всего 37 тысяч, и это за 5 лет. Зимние простои и здесь идут в плюс. Это же повлияло и на лакокрасочное покрытие. Сколов почти нет. Да, когда мы поехали на эту убитую дорожку проверить подвеску, хозяйка заволновалась. Ах, мой бедный Мерсик! Ну да, есть такие водители, которые из двух дорог выберут не ту, которая короче, а ту, которая ровнее. Поэтому и подвеска у этой ешки в отличном состоянии. В общем, бывает же. Рыночная сказка в реалиях. Один владелец, гаражное хранение, зимой не ездила, но и так далее. Притом есть еще фактор. Немецкий премиум невыгодно покупать новым. Очень большая потеря стоимости при продаже. Это плата за престиж. Но эти потери достаются первому владельцу. А второму? Сливки? При условии, что первый хозяин не выжимает из машины все соки. Что обычно и бывает. Поэтому этот Мерс с его невыработанным ресурсом и без болячек реальная находка. Рекомендуем. Телефон для связи дадим в конце. А пока, как и обещали, несколько слов о реалиях вторичного рынка. Новые экономические условия, а если сказать откровенно, обнищание людей, вновь заставляют вспомнить о лихих 90-х. Например, покупать машину по объявлению становится небезопасно. Массово появились объявления оборотни. Их задача – выманить деньги у покупателя без продажи автомобиля. Поэтому проверенный авторынок становится предпочтительным. Назовем плюсы авторынка, притом не только для тех, кто хочет купить, но и продать автомобиль. Во-первых, минимизация всевозможных рисков. Машины, которые здесь продаются, проверены на юридическую частоту. То есть, на наличие залогов, кредитов, ограничений на регистрационные действия, на задолженности, даже на алименты. Ведь по объявлению запросто можно купить кредитную машину, а потом ее заберет банк за долги прежнего владельца. Вот на этом рынке подобные покупки сводятся к минимуму. Для тех, кто продает автомобиль, на Виадуке – бесплатная стоянка во время продажи. А также помогут сделать предпродажную подготовку, то есть мойку кузова, его полировку, химчистку салона. Развивают здесь услуги и выкупа, и трейд-ин. Притом, при выкупе выплата денег производится в день обращения, а при обмене доплата возможна в любую сторону. Так что можно поменять свою старую машину на более новую и с доплатой. Ну и неоспоримое преимущество Виадука – это его расположение. Центр города, удобный проезд, нет проблем с парковкой. Приезжайте. Виадук – это автосалон под открытым небом, со своим сервисом, с опытными продавцами и доброжелательным отношением к клиенту. Ну и если заинтересовал герой сюжета Mercedes E200, вот обещанный номер телефона для справки. Подзона из передачи, рубрика «За безопасность на дорогах». Давайте-ка вернемся к теме парковок. И для начала откроем билеты по экзаменам. И ответим на вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Возможные варианты правильного ответа перед вами. Подумайте. И обратите внимание на картинке – уширение дороги, так называемый карман. А поэтому наверняка большинство ответит – никто не нарушил. И правы были бы год назад. А ныне. Послушаем преподавателя. Согласно пункту 12.2 правил дорожного движения, водители обязаны ставить транспортные средства на стоянку параллельно краю проезжей части. Этот же пункт правил относится и к постановке транспортных средств на стоянку в так называемых карманах. Вот так. Эти билеты 2015 года. И мало кто обратил внимание на изменения в ПДД. Давайте откроем упомянутый пункт правил 12.2. Подчеркнул годовалой давности. И видим, что действительно, там, где есть уширение проезжей части, допускается иное расположение транспортных средств, чем параллельное проезжей части. Но так было. А вот так стало. Как видим, часть проуширения убрали. И теперь ставить машины мы должны строго в один ряд и параллельно краю проезжей части. И никак иначе. Точка. Вот теперь и посмотрим на наши улицы. Удивительно, но этот пункт правил игнорирует просто масса водителей. Притом, на всех просторах никогда одной страны я про СССР. Это кадры из Алматы, столицы Казахстана. Неправильная массовая парковка превратила широкую дорогу в узкую. А это уже Белоруссия, город Витебск. Как вы думаете, почему автомобиль в правом ряду перестраивается в левый? Правильно, из-за парковки так называемой елочкой. Это уже Россия, Великий Новгород. Все то же самое. Получается, что такая парковка мешает движению. Главное, она уже давно стала незаконной. И это по-прежнему массовое нарушение ПДД. Однако вернемся к карманам. Многие из них обозначены знаком парковки, притом с табличкой. Хотя ныне необходимость именно в такой табличке отпала. Ведь по умолчанию и в дорожных уширениях, то есть карманах, мы должны стоять автомобили параллельно краю проезжей части. Но, как видим, знают про это далеко не все. Но вот ведь какая штука. Некоторые карманы, например, у магазинов, просто сделаны для парковки под углом. И тот, кто соблюдает правила параллельности, выглядит нелепо. Как же быть? Иное расположение транспортных средств на стоянку возможно или при наличии соответствующих табличек правил постановки транспортных средств на стоянку, или при наличии соответствующих линий разметки. Все оказывается просто. Организуйте парковку у магазина, позаботьтесь, чтобы клиенты вынужденно не нарушали ПДД, оставляя машины под углом проезжей части, либо нарисуйте разметку, или поставьте соответствующую табличку к знаку парковка. Ну а что же делать нам, водителям? Да запомнить пункт правил 12.2, где говорится, что ставить автомобили нужно только параллельно краю проезжей части, теперь и в карманах. Иначе будьте готовы платить штраф. Это был очередной урок от автошколы Водитель Плюс. И под занавес немного информации. Во-первых, открылся новый учебный класс по адресу Северная 2. Это где автоцентр Мандарин. И вторая новость. В марте водительская медкомиссия в подарок. Кто хотя бы раз ее проходил, тут поймет, что это не только экономия денег, но и времени. Подходит к концу программа. Смотрите ее и в интернете. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе. Вступайте в группу ВКонтакте. И лайки не забывайте ставить. Мотор Орех для нас звучит, как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно нам? Шоссе полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили. Буква на все. Заполодили. Там, где вековая лежала.